Ребята, всем привет! У меня для вас отличные новости. 17 мая пройдет мой сольный концерт в Москве. Это небольшой сольник, это не шоу, это камерное выступление с живыми музыкантами. Именно так я хочу представить свой новый альбом настоящей московской публики. Также на этот концерт можно попасть, поучаствовать в конкурсе каверов. Вся информация ниже в описании. И еще одна очень крутая штука. Мы решили сделать онлайн-трансляцию данного концерта, так что те люди, которые находятся в других городах, тоже смогут частично его посетить. Так что смотрите описание, там вся информация. А эта серия посвящается моей поездке в Лос-Анджелес. Так что приятного просмотра! Ну что, ребят, вылетаю в Лос-Анджелес. Погодка тут так себе, так что пора уже лететь в летах. Мы уже вылетаем, и сегодня вечером я надеюсь, что все сойдется. Я все-таки попаду на тот концерт, о котором так много говорили. Короче, есть вероятность того, что я не попаду на этот концерт, потому что неправильно взяли тикеты, и я сейчас буду разбираться с этим. В очередной раз. Там произошла какая-то непонятная ситуация с регистрацией. Вот. Отправили на почту код верификации, и так получилось, что его нет ни в спаме, и вообще нигде не найти не могут до сих пор. И я не понимаю, что сейчас будет происходить. Я, короче, приехал сюда на такси, и буду сейчас решать этот вопрос. Не судьба какая-то прямо. В итоге я взял еще один билет. Это уже восьмой. Я взял, короче, еще билет, и бегу на танцпол. Я все равно попаду на этот концерт, черту. Ну что, я уже на стадионе, сейчас вот-вот начнется все. Что? Я не знаю, что это будет. Окей. Только что был разогрев, все посмотрел, но сейчас начнется шоу. Пипец, конечно. Пипец, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, это было мощно. Я хочу сказать, что если бы я оказался на трибуне, я бы очень сильно пожалел. Очень круто то, что я спустился именно на танцпол, потому что у меня была возможность передвигаться достаточно свободно и ловить все-все-все точки. Я увидел, короче, все номера со всех позиций полностью. Это было очень прикольно. Все сцены, я буквально гонялся за коллективом. Это было как особо. В общем, все тут трендли. Это классно. Ну что, у меня офигенные эмоции. После концерта в одной билеты я их сохраню. Я вложу в книжку, сделаю закладку. Мы уже поражали проклятие Timberlake, с меня снято. Я таки попал в его концерт. Офигенная команда, очень позитивный концерт. Мне он понравился. Я считаю, что это не самое его топовое шоу, на мой взгляд. 2020 Experience, вот предыдущий его альбом. И, в общем-то, шоу, я считаю... Ну, вообще в целом, это работа сильнее гораздо. Вот по мне, так, самый топ его, это все-таки фишер Сайдслав шоу. Я до сих пор его надо пересматриваю, потому что он идеальный прям. Вот, Джастин крут работал, круто пел и двигался очень органично. Ну, единственное, как бы, ну... То есть там никто не рвал зад, как говорится. И, наверное, в этом и прикол. Потому что, то есть, нету прям такого рубила. Люди налегке. Видно, что они просто кайфуют. Даже харяга, она такая вся. Как мне, танцоры люди говорят, лайтовые. И вот я, допустим, пошел. Бум! Убранье не степени, это и гост. Компромиссов нет, лишь добро и зло. И, допустим, вот здесь уже, если выбираешься, в этот баг здесь мы можем просто заявить, ребята. ТУМ! Это перед вторым публетом, перед началом, да? Прямо вот это вот. Давай прям сделаю просто. Все? Давай. Вставай. И мы только тоже. Либо, может быть, потому что кто спереди будет стоять здесь, например, Бум! Вот такая тема. Я понял. Тоже смотри, как по ощущениям. Это мне тоже нравится. Это будет минималистично просто. Бум! Да. Во, это будет, знаешь, как разряд просто. Окей. И все. И все. Где там? Да. 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 Ничего, ничего. Ничего, ничего. Зашли в русский магазин, смотрите, запеканка творожная, пирожки с картошечкой, чебуреки. Вот люди прикалываются. И заголодались по местным вкусам. Вот, в Штатах узнают, приятно. Все нормально? Все отлично. Мы приехали в магазин и сейчас будем набирать продукты, внимание, для того, чтобы приготовить плов. Народ здесь сголодался по нашей кухне, ну и по кавказской кухне в том числе. Так что сейчас будем все это дело покупать. Для этого мы приехали специально в иранский магазин, потому что тут есть баранина, специи всякие. Ох, нам нужен вот такой. Короче, мы готовим прям классику. Мы набрали всего необходимого, даже барбарис нашли и зиру, все как надо. Единственное, тут курдяка не было, но ничего. Короче, следующий этап, готовка, завтра все покажу. Сорян, что я в таком виде только проснулся. Успел сделать планку и поджиматься от стены. Сегодня первый съемочный день. Вот, и через час я должен оказаться уже в районе района Каньон Парка. Там, где же Джонни, там где Дима. И мы сегодня будем снимать кадры с Димой для одной песни. Сейчас заказываю такси. Тут, блин, чертовски дорогие такси. То есть ты постоянно выбрасываешь по 30, по 25 баксов во что проехать. В общем-то, ну не прям так далеко в соседний район. 30 баксов, но это типа 1000 рублей, полторы, полторы тысячи. И так можно разориться. Я позавтракал паэлей и лапшой быстрого приготовления. Люблю я всю эту говнишку. Причем всю жизнь, вот. И периодически при всех моих пристрастиях к ЗОЖу я все равно ем какие-нибудь дошики. Ох уж эти блогеры снимают. Вон Димас. Впрочем, я приехал к Диме. Сейчас мы будем снимать с ним. Только какие интересные кадры. Здорово, Дидье. Здорови. Влад, очень приездом. Здорово. Здорово. Как климатизация? Да еще нормально. У меня какая-то особая любовь к крышам. Я, видимо, без них просто не могу. Это крыша Димана. Вот. Он тут живет. Но не тут конкретно, чуточку ниже. Карлосов. Вот. Андрюха уже раскладывается. Со всем своим многочисленным оборудованием. Вы спрашивали, кто? Кто этот человек, который снимал «Любовь не рассыпается»? Вот так вот он выглядит. Ты, кстати, в отношениях? Кстати, я свободен. А, вот так вот, да? Да. Очень многие интересовались, что это там за парень такой был. Так что он свободен. Ищите его на улицах Лос-Анджелеса. А лучше подпишитесь на него в инсте. Ссылки в описании. Знаете, как тяжело сниматься, когда слепит солнце глаза. и грибок на улицах Лос-Анджелеса. Да. И те, кто не на улицах Лос-Анджелеса. Мы сняли только что очень крутой и откровенный материал. поделился с самым сокровенным спасибо тебе очень кайфово спасибо за такую возможность рассказать мою историю если эта история как-то поможет людям вокруг какой-то частичкой мне это будет приятно так и будет это что у тебя за обновка такая все его по страховке дача выдали при приору приору пожалуйста нет это тебе просто выдали вообще ничего себе ничего себе нормально принесли вот такие перчатки и такие смешные фартуки чтобы мы не обляпались просто посмотрите на это ничего себя остро так это я говорю да острота топчик тот случай когда ты заставил диму пробежаться да 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 и дима оказался быстрее ух мы поели это было феноменально вкусно очень вкусно и очень остро мы любители я нашел своего азиатского брата и короче друзья как я и рассказывал мы сходили в иранский магазин и купили всего-всего для плова. И сейчас я начал это готовить. Пью кофе, чтобы не уснуть. Тут мы вымачиваем муд. Здесь у нас уже промытый круглый рис специально для плова. Дальше. Это у нас мякоть баранья. Это косточка. Вчера купили такой казан специально. Так. Масло, короче, из авокадо. Оно считается очень-очень полезным. Оно не дает никакого вкуса и хорошо подходит к блюду. Вот у нас все наши спирсы. Барбарис, чили, зиран, чеснок и, конечно же, лук. Вот такая у нас косточка. Она, значит, у нас с курдюком и должна дать очень вкусный бульон. Ну и, собственно, всю основу для нашего плова. В казане у нас уже курдюк. Он дает масло. Туда мы добавляем еще обычное масло. Дальше все это делаем липко-острое. Все эти кусочки, которые мы забрали. Здесь сок. Прямо такую косточку. И кладем его прямо на поле. Параллельно будем уже нарезать лук тонкими вот такими кругами. Ну что, косточку мы уже закинули. Глук уже все дал, что надо. И вот у нас основа. Сейчас туда полетит лук, мясо и все-все-все остальное. Ну что ж, мы уже забросили туда лук. Вот еще у нас пойдет мясо. После этого пойдет морковь. Норковь у нас нарезан вот такими стружками. И тут у нас уже полетело мясо. И сейчас мы это все минут на пять накроем крышкой. Мы добавляем все специи. Барбариз у нас... Ммм, вот этот мягенький. Потом зерва, соль, острые перчики. И я кладу три головки чеснока. И доливаем туда еще воды. Так, чтобы она покрыла практически все. Теперь вот это все называется зерва. И мы оставим это так еще минут на десять. И теперь мы делаем салат айчучук. Смысл его в том, чтобы мелко-мелко вот так вот половинками нарезать помидоры и лук. Почему мелко? Чтобы он отдал весь сок. В этом весь смысл. Добавляем туда масло. Я люблю добавлять подсолнечные с запахом семечки. Вот, соль и красный перчик. И это идеально. Ну что ж, наш зерва прикрасим. Мы достаем оттуда сейчас чеснок, чили перец. И сейчас будем засыпать туда мус и наш рис. И теперь рис. Распределяем рис. Так, чтобы он полностью пропекался. Смотрите, вот такая у нас теперь ситуация. Мы берем также наш перчик, который уже отдал всю остату. и берем, конечно же, чеснок. И теперь мы накрываем все это дело минут на 20-25. И плов это будет очень вкусно. Да. Вот теперь красота. Да. Все готово. И у нас тут чайчачок и наши большие порции. Ребятки, ну что? Всем советую. Влад, спасибо большое. Очень вкусно. Всю рецептуру. На здоровье. Все. Мы, короче, ужинаем. А вы там обтекайте. Я собираю шмотки. То есть у нас будет черный образ и светлый образ. Мы будем сегодня танцевать. Я уже заказал себе такси, который стоит 34 бакса. Вот. И выдвигаюсь уже за съемочный плачат. Пока-пока. Ну что ж, вот она наша банда. Вот Джоник, основной затейник всей этой ситуации. И, ребята, мы, короче, вчера выучили корягу. Я их первый раз вижу. Мы еще ничего не чистили. И все это будем делать прямо в кадре. Это, короче, такой супер движ, супер лайф и полная импровизация, как мы с Андреем любим. Ну, в кавычках. Движняк. Движняк ржом, угораем и боимся, что нас могут отсюда попереть, потому что, ну, на улицах без разрешения, типа, это просто так нельзя. Что он сказал, да, да, да. Ну, как дела? Я знаю, что я слишком близко к камере, но... Что я могу сделать? Что я могу сделать? Есть еще что-то? Избушка, бабушка... На курьих ножках. Тевтели? Да. Тевтели? Да-да-да-да. Слушай, мне кажется, это настоящий артист. На них только направляешь камеру, а они сразу начинают пороть какую-то х***. Ну, это как бы классика. Что, Андрюх, как ощущения? Огонь. Огонь! Процесс хороший? Как обычно. Да. Есть такой... Да, слушаю. Страйд Олд Камптон. Есть же фильм. Там вот геп, это же... Да, эти... Ты смотрел, да? Ну, я знаю. Ты меня не смотрел. Страйд Олд Камптон. То есть, это вот как раз про этот район. А здесь... Ну, они, в принципе, все безобидные ребята. Но... Живут в палатках. Вот так вот. Ребята бомжуют на улице, и они спят. В таких палатках. Оставляются здесь. И все. И никто не трогает, да? Нет. Они имеют права по закону, да? Типа, да. Или их гоняют? Не гоняют. Здесь прям улица есть еще более палатных. Ну, подскажите, честно. Сидеть и съедать. Ну, короче. Скоро юные. И все. Ну, очень интересный трек. Все, мы отсняли вторую локацию. Едем на третью. Что это? Все, мы отсняли вторую локацию. Едем на третью. Смотрите, что творит Эй, бой Очень прикольная локация Вы могли Во многих-многих фильмах Фильм Drive, к примеру А еще, по-моему, клип снимался давным Давно у Баста Раймса И в кусике Dolls Они на каких-то таких карах катались Если не изменяет память Друзья, спасибо! Андрюха, с окончанием этого съемочного дня Это было круто Ады! Друзья, спасибо! Друзья, спасибо! Друзья, спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok